Продолжение следует... На крючок. И сейчас мы отведем ее к себе домой. Чтобы начать пытать. И снимать все это на видео. Дабы на ютюбе оценили. Ну что ж, а вот наше подземелье. Тут мы будем ставить наши ловушки. Нажимаем shift, чтобы включить. И отключить описание ловушки. Ну понятненько. Когда закончим устройство, покинем подземелье через выход. Ну все ясненько. Ловушек у нас не густо. Но мы пробуем и снимем, чтобы сделать интересное. Ловушку, которую я взяла в самом начале, это раздевалка. А на двух сторон волей нашей жертве. Ведь никому же не нравится разгуливать голым. Ставим ее в самом начале. После этого, мы возьмем лезвие, которое нанесут в собору здоровью. И заставят жертву кричать. Поставим их неподалеку. Следующая наша ловушка, это... Старая добрая дрель. Ей можно управлять и нанести жертве огромнейший урон. Так же она заставит нашего бедного потопичного кричать. Поставили. У нас осталась веревка и водяная камера. Сначала возьмем веревку. Веревки не наносят урона. Ни воли, ни здоровью. Но они помогают продлить пытку. Поставим их сюда. И последняя водяная камера. Вы же помните, что Томас боится воды. Ее мы поставим в самом конце. Как добивающее средство устрашения. Ну, вроде все. Покидаем подземелье. И начинаем зрелище. Ну, вот Томас спал. И мы его сразу разделим. И он теперь голенький. Направляться прямо к лезвиям. Вот здесь крика. И сейчас нужно жать на кнопки 1-2, чтобы удерживать дрельку. Вроде у нас получилось. Теперь так же удерживаем веревками, чтобы он не смог выбраться. Ага. Пытку мы продлили. Теперь Томас идет, а лучшихся нету. И у него появляется надежда на то, что... Это конец. Пытки закончились. Здесь его встречает водяная камера. Которая заставит обращаться за его с жизнью. Вот и все. Томас утонул. За этой жертвой нельзя добиться. Прекрасно, побегая. Поэтому нам придется его тупо... Убить. Ага. Видеошка загружается на темный ютюб. Ну-с, посмотрим. Какие баллы нам поставили. Сколько лайков, дизлайков. Сейчас мы залезем в комп и узнаем об этом. Ведж проснулся. Причем хочу заметить, он спал в верхней одежде. Как последний бомж. Видимо, у него в доме не работает отопление. И посмотрите. У нас в обучении письмеца пришло. Интересно, интересно. Итак, вот и обзорчик. Последнее видео Веджа. Можешься от хорошей. Глубином своего маленького, но шуткого подземелья. Ведж провел серию пыток. Забедомо натика немного кричать. Было использовано несколько различных пыточных устройств. Что привело к полному уничтожению тела. И разуму жертвы. Позволив получить жертву надежду. Ведж смог найти способ затронуть. Ее самое больное место. Эта восхитительная серия пыток. Окончилась смертью. Мы получили три звезды. Ну, не так уж хорошо. И не так уж и плохо. Пойдет. Так, а что же за письмо? Прочтем его. Здравствуй, Ведж. Меня зовут Балаут. Я твой коллега-подземельщик. Я большой поклонник твоих видео. Я хотел бы встретиться с тобой. Лично. Задать тебе пару вопросов. Что-то вроде небольшого интервью. Звепопытства. Я буду ждать тебя в аэропорту Святой Марии. Балаут. Окей, ушки. Отправляемся в аэропорт. Нам продать небольшое интервью. Потому что наш коллег. Аэропорт у нас находится на крайне города. К нему мы и пойдем. Вот он. Аэропорт Святой Марии. Заходим. И видим в конце коридора. Того молодого человека, который нам и написал. Балаут. Здравствуй, Велч. Это огромная честь. Наконец-то встретить тебя. Балаут. Балаут на Балставке работает журналистом в Австралии. Кроме того, он подземельщик. С весьма сомнительными вкусами. Знание того, что ему нравятся мои работы, не является комплиментом. Он чрезвычайно застенчив. Из тех людей, что достаточно компетентны в обществе. Что бы соблазнять жертв. И поэтому обычно у вас в подземелье проституток или курьеров. Да. Интересный он собеседник. Не заинтересовала твоя просьба. Я так рад, что ты пришел. Я просто хотел узнать тебя. Лучше понять разум и личность человека, который создал многие мои любимые видео. Ладно. Что ты хочешь знать? Позволь мне начать с этого банального вопроса. Почему ты решил стать подземельщиком? Звучит слишком уж формально. Это что, интервью для журнала? Мне как-то неуютно. Извини. Рабочая привычка, наверное. Я не хотел узнать тебя чувствовать неуютно. Все в порядке. Вообще-то, это вопрос, который я постоянно задаю себе. Так что, наверное, могу пробовать ответить на него кому-то другому. Прошу, расскажи! И не жалей подробностей. Сейчас-то мы узнаем, почему наш дорогой Ведж пошел под земельщики. Эта история будет весьма жутковатой. Жутковатой. Ладно. Я всегда любил пытки, садизм, причинять боль животным, задирать детей меньше меня. Все в этом духе. То есть ты всегда был сволочь, увешь. Мне нравилось смотреть страшное видео, дерьмовые фильмы ужасов. Мне нравились эти крики и кровь. Всегда нравились. Когда я был младшишкой и притворялся, что я убийца из фильмов ужасов, выбирал случайного человека и следовал за ним, словно убийца, который готовится нанести удар. Эти вкусы были у меня всегда, но я никогда ничего не делал. Из-за того, что мои моральные барьеры были слишком сильными, чтобы даже задуматься об этом. Но потом что-то изменилось. Однажды начал преследовать учительству химии и школ, в которой я работаю. Я ходил за ним следом, следил за ним в окно, делал все прочие подобные вещи. Тогда я ходил к терапевту, и он сказал мне, что мне стоит попробовать заговорить с ней. Я так и сделал, но... Но? Не было ничего из того, что представлял себе. Она была чуткой, но в то же время я чувствовал ее холод. Отстраненность. Мы вроде как стали друзьями, даже поцеловались один раз. Но это было не то, чего я хотел. Не то, чего я ожидал от этого. Думаю, я хотел быть частью ее жизни, таким образом, каким никто другой не мог быть. Поэтому я убил ее. Понимаю. Она была очень особенной для меня. И я тоже хотел стать особенным для нее. И ты не придумал ничего лучше, как ее грохнуть. Гениально, просто гениально, бедж. Это принесло мне больше удовольствия, чем все разговоры и поцелуи, что были между нами. Даже больше, чем секс, который мог бы быть у нас. Моя неба полностью доволен. Я чувствовал, что хочу убивать ее. Снова. И часто. Вот тогда я и понял, что мне стоит присоединиться к подземельщикам. Фантастика. Это очень-очень интересно. Многоточие. А как ты узнал? Существование подземельщиков. Я сейчас заходила на их сайт, потому что мне нравились видео. Но не думал, что они настоящие. Пока даже не просматривал какие старые видео. И нашел запись «Пытки ребенка». Я не на сто процентов, но уверен, что это был мой брат. Он исчез, когда я был маленьким. Ох ты! Серьезно? Твой брат? Да. Мне жаль. Я небольшой фанат детских видео. Я тоже. Сторонания ребенка слишком схожи со сторонами животного. Слишком много инстинктов. Слишком мало характера. Человечности. Да, мне нравится, как ты это выразил. Итак, что ты сделал? Насчет моего брата... Ничего. Все равно, скорее всего, уже мертв. Но обнаружил, что подземельщики реальны. И присоединился к ним. Очень интересная история. Это не так. Поверь мне, тут нечего интересного. Давай сменим тему. Кто твой источник вдохновения среди подземельщиков? Ну, я не пытаюсь никого копировать. Стараюсь насидеть как можно больше нового. Но есть человек, который делает самое восхитительное видео. Я не могу не черпать из них вдохновение. Кто это? Дели. О, в самом деле. Дели великолепна. Да. Дели прекрасно. Ну, хватит. Ты получил, чего хотел? Да. Спасибо тебе, Гош. Вот и все. Беседа закончилась. Мы можем отправиться дальше. Искать новую жертву. Но. Журналист. Остановил. Могу задать тебе последний вопрос. Что? Ты жилишь о том, что случилось с твоим братом? Если ты у него тебя наслушал, что я тебе только что рассказал, ты знаешь ответ на этот вопрос. Ладно. Я прошу прощения. До свидания, Вёрдж. До свидания. Ещё я поняла, что наш Вёрдж о брате совершенно не сожалел. Так или иначе, нам пройти к Лоре. Да, получить новый инструмент для пыток. Заходим в магазинчик. И подходим. Здорово, Вёрдж. Похоже, это снова в деле. Да. Похоже на то. Как тебе моё видео. Действительно, было весело. Лучше, чем большая часть того, что ты делал раньше. Спасибо, наверное. Я вложил в него много труда. Хорошо, что ты знаешь. Верно, я знаю. Можешь взять бритву, раздевалку и сверло. Что ты затеял? Для следующей работы. Что же мы затеяли? Надо подумать. Давайте-ка. Нечто сложное и запутанное. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ты у нас здесь сверло, водяную камеру, верёвку и бензопилу. Спасибо, Лоре. Я ценю твою помощь. Что-нибудь ещё? Пожалуй, могу дать тебе ещё кое-что. Что тебе нужно? Хм, что же нам взять? Давайте-ка возьмём фальшивую дверь. Без проблем. Бери свою фальшивую дверь. Пожалуй, это всё. И, конечно, я чувствую себя особенно щедрым сегодня. Вообще-то, чувствую себя прекрасно. И даже дам тебе очень дорогую горелку. Этих игрушек хватит. Теперь иди. Надей на своё применение. Обязательно. Ха-ха! Нам пора идти сохраняться. И вновь возвращаться на Крафтон-Стрит. Для поиска новой жертвы. Ну что ж, сохранимся на новый файл. И продолжим наши злоключения. Итак, дело сделано. И можно отправляться на улочку. К нашей новой жертве. Спускаемся вниз. И идём в толпу народа. Нашу новую жертву. Зоотерик. Это лысый мужик, который тут ходит. Прошу прощения, друг мой. Ты не знаешь, в случае, кто выиграл? В доле матча прошлой ночью. Да рассеки, конечно же. В самую последнюю минуту. Но из-за великой днильший гол. Сделав 1-0. Похоже, ты фанат рассеков. Ещё какой! Всегда им был. Верен до конца. Я Джон Уильямс. Эрик Стивенс. Ну ты можешь стать меня. Просто Эрик. Итак, Эрик. Посмотрим твою биографию. Эрик Стивенс. Профессионал плохих привычек. Он много пьёт. Много курит. Много воняет. Много врёт. Много орёт. И, в общем-то, это всё, что он делает. Его выкидывают из всех работ, на которые он когда-либо устроился. И их было немало. Эрик Стивенс. Настолько беден. Насколько вообще возможно. У него мало друзей. Но ведь потому, что он этого хочет. Он пытается быть хорошим парнем. Просто у него это очень плохо получается. Ну, ясненько. Бедняк нам попался. Итак. Что планируешь ты сегодня? Ах, ничего особенного. Я должен был встретиться с Кришом. Начнём с этого. Скажи мне, Джон. Куда ты сходишь сегодня? В этом городе. Тут, а где есть пиво, конечно же. Мы с тобой мыслим одинаково. Не сходите пивка. Говорим, что у него классные тренировки. Спасибо, дружи. У тебя самого есть? Пока нет. Но я планирую их сделать. Тебе стоит сделать. Это предоставит тебе индивидуальность. Самикаешь? Итак, Джон. Я тебе говорю, что у меня три шины. На трёх разных континентах. Я познакомился с ними. Когда работал пилотом. Да уж, интересная байка. Это невероятно. Прикольно, правда? Они все по мне с ума сходят. Ты можешь быть откровенна со мной, Джон. Определённо. Как думаешь? Я хороший парень. А почему ты спрашиваешь? Не знаю. Просто друзья вроде как избегают меня. Или вроде того. Я знаю, что иногда я мог быть несносным. Что ты думаешь? Ну, ты прекрасный человек. Ты так считаешь? Да. Я уже считаю тебя моим другом. Спасибо, приятель. Ты хороший мужик. Он стоит подлысить как-нибудь. Пойдём ко мне домой. Ну вот мы заманили Эрика. В свою ловушку. Так, так, так. Придётся нам его как-то попытать. Как вы видите, ловушек у нас стало теперь гораздо больше. Больше арсенал. Больше разнообразия. Берём для начала ту же самую раздевалку. И ставим её в самом начале. Поставим. Так, дальше нам стоит взять бензопилу. Это очень мощное средство. Оно бьёт его психики. И по здоровью. Бензопила отрезает ногу нашей жертве. И после этого жертва ходит очень-очень медленно. Стоит это учитывать. Дальше мы поставим... Бодяную камеру. Почему бы и нет? Так, так, так. Вот и... Вот сюда её присобачим. Хм... Что же нам сделать дальше? Давайте же подумаем. Давайте-ка влепим... Лезвие. Куда же нам их поставить? Дайте-ка сообразить. Ну, думаю, сразу после бензопилы. Так. Берём фальшивую дверь. Фальшивая дверь уничтожит надежду этого человека. Надежду на спасение. Ставим её сюда. И в самый конец мы поставим дрельку. Петелька её больше всего боится, как я помню. Вот и она. Поставили. И дальше мы покидаем данное подземелье. Начинаем представление. Ну что ж, шоу начинается. Раздеваем Эрика. И он весь гоненький шагает к бензопилочке. Которая ему вмиг отрубает ножку. Прекрасно. У неё даже вся воля упала на уже значение. Поэтому единую камеру мы не используем. Чтобы напортачить. И так он идёт. Лаушек нету. И у него появляется надежда. Которая вмиг разобьётся. А фальшивая дверь, которую мы поставили тут неподалёку. Давай, Шерик. Открывай. И дверка испарилась. Как и призрачная надежда на спасение. А сусулька. И удрекой просверлились. Вот и всё. Все показатели на нужной жёлтой зоне. И поэтому у нас получится... Прекрасный фобег. Да. Мы добились этого со второй жертвой. Эта видюшка получится определённо очень хорошей. Ну а оценку нашему видео мы узнаем уже в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok